Любовь, доброта, дорогие друзья. Я хочу сегодня рассказать про идеи. Меня давно просили сделать какой-нибудь гайд по Европе Универсалис. Просили сделать гайд конкретно по идеям, потому что много вопросов возникает. Но я сразу скажу, что этот гайд, он будет посвящен не игрокам, которые там только начали играть или которые играют там всего пару месяцев. То есть это гайд для продвинутых уже игроков, которые давненько играют в Европу, играют много. Хотя я не знаю, как может играть в Европу, мало, если ты в неё играешь. Обычно если ты в неё залипаешь, то это часы проносятся, ну кому я рассказываю? Вот. Тут можно сказать, Гошен, да что ты новым не расскажешь, я эту игру просто чуть ли не создавал этими руками. Но я думаю, что будет интересная информация для каждого. Я может быть потом сделаю гайд из разряда, там, о, это идейки, каждая идейка хороша в этом, в том и прочее, прочее, прочее. Ну то есть какие-то поверхностные вещи рассказывать, там, про амбиции и прочее. Это может быть будет когда-нибудь для массового пользования. Вот. Но пока этот гайд касается более опытных игроков. Не знаю, может быть новичкам он будет не очень интересен, потому что они его просто не поймут. Да нет, поймут, Гошен, поймут. Я уверен, главное верить. Вот. Но давайте начнём. Надо выбрать какую-нибудь страну. Давайте даже выберем какой-нибудь год дальний, дабы уже у нас что-то тут было. Но, допустим, начнём за речь посполитую. Почему бы и нет? Выключу Iron Man Mod. Просто дабы показать пару тонкостей. Дабы пару тонкостей показать. Во-первых, ну, эту фишку, наверное, многие знают, опытные игроки. Но всё-таки я напомню, что когда вы закрываете одну из групп, не полностью, это не имеет значения. Когда вы просто берёте одну из ячеек в группе идеи, вы за каждую из них получаете бонус в 2% удешевления стоимости технологии. За каждую, подчёркиваю, то есть за закрытие их все вы получаете 14% удешевления технологии. Либо административной, либо дипломатической, либо военной. В зависимости от того, какую ветку вы взяли. То есть, к примеру, мы берём, ну, не знаю, что тут взято у речи посполитой. Мы берём наступательные идеи, полностью закрываем. Это даёт нам 14% удешевления для военки. Вот здесь нарисованы мечи, можно вести военно, вы понимаете, о чём я говорю, господи. То же самое касается, и они складываются, подчёркиваю. То есть, допустим, здесь у них будет 28% плюс ещё 10% за дипломатические идеи, вот тут, тоже десятку добавляют. То есть, у них будет 28 плюс 9, минус 38 в дипломатии. Смотрим. Минус 28 написано по идеям, понимаете, 14 плюс 14. Ну, и десятку, вы знаете, дипломатический корпус даёт. В общем, это надо понимать. То есть, может быть, кто-то об этом не знает. Выгодно, например, ну, планировать заранее, да, если вы, например, не собираетесь там ближайшие 30 лет воевать, к примеру. Вы знаете, что, скорее всего, воевать вы не будете. И у вас, например, военные технологии отстают на целый год. О, господи, как страшно. Но вы можете взять, например, наступательные идеи, потому что они имба. Я уже много раз об этом рассказывал. Нступательные идеи, наверное, самые лучшие для старта, если вы хотите воевать. Но это не важно. Это кому как, у кого какая партия и так далее. Суть не в этом. Мы берём, например, наступательные идеи, ну, понятное дело, там лютый бонус, это уже круто. Но прикол в том, что мы уже сразу закладываем 14% удешевления технологий. Если у нас, например, западная группа идей, то 14% это нам даёт, ну, сколько, 60 плюс, грубо говоря, половину, тридцатку, ну, 90, ну, ладно, пусть будет 80. Но мы на каждое принятие, ну, при нуле, разумеется, ну, вы понимаете, при среднем значении, там, от 600, 80 при принятии каждой. То есть, приняв, допустим, 10 этих идей, вы только на этом сэкономите 800 очков. 800. То есть, очевидно, что чем раньше, тем лучше. То есть, да, пока мы их будем закрывать, мы будем отставать. Ну, потому что, вы понимаете, у нас их нет, мы не будем их создавать, ну, к примеру, да. И, но, ну, если вы знаете, что вы не будете, например, 30 лет воевать, да, у вас такая ситуация, вас, или воевать за счёт союзников, либо вам, в принципе, игра там только началась, ещё вы не сильно отстали в технологиях военных, то вы можете взять, ну, понятное дело, здесь бонусы адские. Всё равно 5 дисциплин, там, форсированный марш, лимит армии, ну, и прочее, всё это дело окупит. Престиж окупится и так далее. Ну, к примеру, если мы про наступательные идеи говорим. Но вот эти вот, вот это время, что вы отстаёте, вы потом слегка компенсируете, да. То есть, вы пока, там, в начале игры, допустим, наступательные, ну, это может и к дипломатии относиться, и, ну, к административке сложно в начале игры, это всё понятно. Но, допустим, в военке, да, вот эти 14%, да, вы отстанете, ну, сколько здесь вам потребуется? Раз, два, ну, если вы, там, за ацтеков не играете, за прочие, там, государства, которые уменьшают стоимость идей. Вы отстанете на раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да, семью, ну, по дефолту, да, семью четыре, это у нас 2800 получается, правильно? То есть, нужно, чтобы полностью это закрыть, вложить сюда 2800, что, в общем-то, не кисло кажется. Но, эти 2800, не просто, ну, кажется, да, 2800, это же я мог бы, там, не знаю, пять технологий открыть. Но, в любом случае, я ещё проговорю про другие бонусы, которые с этим связаны, но в любом случае, ты получаешь вот эту имбу, ты получаешь закрытие вот этих идей, да, связанных с их традициями, амбициями. То есть, вот эти идеи тоже дадут бонусы, да, здесь, например, кстати, сейчас в патче изменили, что то, что давало 2,5, теперь идеи дают 5. Например, у польских идей, по-моему, дисциплина была 2,5, к примеру, в отличие от прусских, к примеру. Может, я заблуждаюсь, но теперь в новом патче 1,9 сделали 5. В общем, не об этом речь идёт. Что, тем более, не знаю, когда человек будет смотреть это видео, может, уже вообще там всё изменится. В общем, это полезно. Мы первые 3-4 вот эти группы, они нам позволяют закрыть вот эти штуки, быстрее получить амбиции. То есть, это уже как бы плюс поливас, надо их закрывать. Ну и к тому же, это реально имба, в частности, например, наступательных идей. Затем же, когда ты заканчиваешь вот эти идеи, тратя на это, казалось бы, там огромную сумму в 2, ну я правильно посчитал же, 7,4, 28, да, 2800 очков. Ты отстанешь, где-то тебе тут будет влияние соседей минус 15%, плюс ты получаешь ещё 14%, да. Так бы ты был от нуля бы шёл. То есть, это уже 24, то есть, это уже получается, ты там за каждую идею сэкономишь, ну, несколько сотен очков, да, допустим, 300-400. А это, ну, это не кисло, это реально не кисло, и до конца игры этот бонус будет работать. То есть, он тебе до конца игры даст огромное количество, ну, преимущества. То есть, это надо учитывать. Но это первый момент, об этом все знают, ралли-вали-галли. Переходим к более сложным вещам. Есть такой момент, что когда ты берёшь идею, подчёркиваю, её не обязательно закрывать, её достаточно просто взять. То есть, она должна быть у тебя тут в ячейке, да, появиться. У тебя начинают происходить события, связанные конкретно с этой группой идей. Причём, эти события происходят раз в пять лет. Ну, не эти события, а одно из событий, которые связаны с этой группой идей. Эти события могут быть положительными, могут быть отрицательными. То есть, у каждой группы идей они свои. Это, ну, важно понимать. И, то есть, где-то негатив связан, например, с понижением стабильности. Согласитесь, очень хреново. Где-то с появлением недовольных. Да, например, там, я не знаю, если возьмёте, ну, дворянские идеи, например, то будут волнения, связанные с появлением недовольных крестьян. Или дворян, что ещё хуже. Потому что крестьян легко победить, а дворяне, как вы знаете, у них сильная армия. И обычно мощный генерал ещё к тому же. Вот. Но у других там, например, идей, да, групп, у них события больше, например, там, у дипломатических, там события связаны с улучшением либо ухудшением отношений с кем-то, да. То есть, это тоже надо... Я уж не буду говорить про, наверное, эдикты, да, что все эти идеи друг с другом связаны. Это я, наверное, в гайде для новичков потом расскажу. Вы сами всё это знаете. Вот. То есть, важно понимать, что есть определённые события. Также нужно понимать, что... Ну, во-первых, что это раз в пять лет. Ещё есть такие события, которые связаны с наличием другой группы идей. Например, у новаторских идей есть... Ну, у этой группы события. Есть события, которые срабатывают только если присутствуют дворянские идеи. Это там, насколько я помню, повышается на 5% стоимость всех технологий. Ну, военных, административных, дипломатических. На 5%, на 5 лет. Либо понижается на 5%, либо понижается на 2,5% по выбору. То есть, три события эти активируются только если, помимо новаторских, у нас есть дворянские идеи. То есть, такой момент тоже есть. В остальном, большинство групп, они не связаны с другими идеями. Новаторские это, скорее, исключение. Вот. Тут важно понимать, что есть события, которые в группах реально просто имба. Ну, вот, например, казалось бы, гуманистические идеи. Ну, не спорю, что они прикольные. Религиозное единство спорно, не для каждой стороны подходит. Национальные беспорядки минус 2, ну, реально прикольно. Там веротерпимость тоже прикольно. Время национализации прикольно. Но, это все административные идеи. Административные идеи хуже всего качать. Потому что административные идеи нужны для национализации. Административные идеи нужны для стабильности. Административные идеи нужны для строительства главных зданий, развивающих экономику. И, ну, как бы, административные идеи не хочется брать. Потому что они, ну, как бы, занимают эту нишу. Хочется поскорее административные технологии развивать Тут классные здания, тут новые формы правления Тут дается увеличение производства Тут дается новая группа идей То есть плюс еще когда в ногу со временем идешь Получается такой бонус как Производство от технологии 60 Но они время не опережают Вот еще проблема В общем когда время опережаешь Дополнительный бонус дается к налогам За счет того что ты короче развит в этой теме То есть они отстают вообще на несколько лет Поэтому у них его нет Логично Но если мы возьмем Господи я наверное думаю вы это знаете Не знаю может быть кто-то об этом не знает Я все-таки предполагаю что вы об этом знаете Блин ну тут короче нельзя так посмотреть по-моему Да Ладно Пофиг не важно Что я хочу сказать Что события связанные происходят раз в пять лет И они бывают положительные и негативные Вот например у гуманистических идей Одни из самых лучших событий происходят Почему У них события есть Которое увеличивает налог на один В одной случайной провинции Правда стоит заметить что Эта провинция должна быть с признанной культурой Но в принципе тут у них насколько я помню Порог принятия культуры минус 50 То есть со временем они и так могут это делать То есть это я считаю вообще имбакадра повышает налог Просто навсегда на всю игру просто базовый налог в провинции Вы понимаете что это больше денег Это больше стоимость национализации для врага То есть проблема ее будет брать противнику Это большая возможность присоединения добровольно к себе вассала Например То есть вы знаете он там по базовым налогам сравнил Ну в общем вы это все знаете Вот То есть это реально крутая штука Представляете за всю игру там Ну каждые пять лет Но он может сработать Может не сработать То есть тут тоже как повезет Второй например у гуманистических идей Что мне нравится Что-то там такое было Ну улучшение отношения со всеми странами вокруг Которыми ты не воюешь И с которыми у тебя нет перемирия На 20 С уменьшением каждый год на 1 Но также там есть например Что ухудшает со всеми отношения на 20 Кроме тех стран у которых нету гуманистических идей Господи это я буду про каждую сейчас группу идей рассказывать Не, не буду Просто заходите на Европа Вики 4 На русском языке я не нашел Но например если у вас гугл хром И вы не знаете английский язык Просто нажмите там перевод Ну вы знаете как это делается Я думаю разберетесь Там все это должно где-то быть Вот Просто это я сейчас буду Не знаю сколько времени это все рассказывать Это нереально Вот Может быть я сделаю потом Ну ладно это отдельная тема Ой Это надо чтобы кто-то подсуетился Может какие-то картинки сделал Потому что так просто сходу не объяснишь Хотя можно просто на сайт перейти наверное И там это все дело показать Что еще Что еще тут есть Ну у гуманистических например Ну улучшение отношений Такс Вот например У них есть фишка которая Если у вас в провинции Еретическая вера То она становится вашей родной Ну при условии что там нет миссионера И добавлю это происходит раз в 5 лет То есть надо этот момент понимать Да что когда вы там приняли группу идей Что в 5 лет это происходит То есть надо это чувствовать То есть если вы рассчитываете на это Поставьте Уберите точнее Ну или нет добавляйте пока этот срок не придет Миссионера К примеру Если у вас гуманистические идеи просто взяты Подчеркиваю Сейчас вы знаете Появилась возможность отменять идеи Да то есть И брать новые То есть По моему это очень крутая штука То есть Я не знаю почему Разработчики это не фиксят Но вы можете брать и отменять идей Сколько вашей душе угодно То есть вы например Ждете какую-то имба Фишку да Очков еще не скопили Берете Ну я это не использую Потому что мне кажется это читерство Честно говоря Но если играешь с игроками живыми Почему бы это не использовать Например берете Вот у вас там еретическая вера Подчеркиваю Это может даже Время измениться Понимаете То есть Ну хотя Рим это религиозный центр Я это не проверял Но я не видел оговорки В прописанных По событиям Что это не может быть Поэтому я не знаю С какой стати Это не должно случаться Вот То есть Берете например Гуманистические идеи Да Если у вас их нет Вот Ну допустим Да У вас их нет Вы берете гуманистические идеи И ждете этого события Ну не случилось Не срослось Бывает Да То есть Проходит там 5 лет Вы накапливаете очки Отменяете ее нафиг И берете те идеи Которые вам нравятся И развиваете Ну допустим Но пока вы очки не скопили Да Вы можете вот такой Как бы прием использовать То есть Как по мне Это довольно полезная штука Или допустим Вы ждете какого-то события И у вас есть новаторские идеи Да Вы можете взять просто Ну Гуманистические Дворянские Подождать Может быть там случится Вот события с ними связанные Да Ну не понравилось Потом убрали И пошли по другому пути В общем Это тоже важно понимать Ну о чем я еще говорил Да Гуманистические идеи Представьте У вас может смениться Религия Причем Не только еретическая Но и Как она называется Забыл Не только еретическая Но и Языческая Ну вы знаете В игре Языческим называется Не то что Во много богов верят А те кто вообще Из другой группы То есть например Крестьяне Ой Госпеда Лангашан Заби Это все и так знают В общем Может смениться Даже Языческая Религия То есть это Это вообще Как бы Просто имба Да Ну вы знаете что Она дороже Тяжелее сменить Чем еретическую То есть Это тоже надо учитывать Ну то есть Что Такие события есть Посмотрите какие Это вот Еще одна идея И еще Об этой вещи вообще Я нигде не слышал Мало по моему Кто это использует И знает Это относится К узкому Кругу Групп идей Например В административных Идеях Это есть Только У новаторских Идеях То о чем Я сейчас расскажу И у Административных Все У других Нет У новаторских И у административных Вот У военных Идей там тоже есть Но они мало На что влияют Теперь о чем Я говорю вообще В игре существует Сотня Разных событий Какие то хорошие Какие то плохие Они не связаны С группами идей Ну кроме той связи О которой я сейчас скажу Они просто происходят В разных У них там разные условия Есть Когда они могут Произойти Когда не произойти Они просто Происходят Да Так вот Новаторские Идеи К примеру То есть Помимо Довольно Мощных бонусов Ну Неплохих Событий Скажем так То есть У новаторских Идеях Есть одно Плохое событие Которое просто Уменьшает Стабильность Скажем У дворянских Идей Есть Тоже такое событие Которое уменьшает Стабильность Но оно Случается Только при положительной Стабильности Либо равной Нулю У новаторских Идеях Хоть у тебя Минус 2 Бабамс Получи еще Минус 3 То есть Это как бы Тоже минус Но это опять же Шанс То есть Одно из событий Срабатывает Плюс у новаторских Идей Не так много Событий Но 3 события Из этих Связано с дворянской Идеей То есть Если ты дворянские Идеи не качаешь То новаторские Идеи Ты как бы Ты как бы Эти 3 Убираешь То есть Могут Нужные тебе События Случиться Это тоже важно Посмотрите Какие там события Я не буду сейчас Про все группы Идей Рассказывать Это безумие Но В чем прикол Например Новаторских Идей Ну понятное дело Что в принципе Хорошие бонусы Реально Когда я играл За Германию При прусских Идеях От Бранденбурга У нас вообще Не падало Минус Меньше 100 Традиции Военные Просто не падали При закрытых Новаторских Идеях Понимаете Просто и вообще Не падали То есть Можно было Вообще Это не париться Если Допустим Какое-то событие На их понижение Да нет проблем Можно было Не воевать Они просто Всегда растут До 100 Все Ниже 100 Не падают То есть Вот это Спад армейских Традиций Это какая-то Имба на самом деле Если у вас Есть модификатор Который растет Господи Да это я не могу Это я сейчас На 1000 часов Уйду Я уже и так По-моему Длинное видео Делаю Так вот О чем я говорю У новаторских К примеру В административной Группе идей И у Административных Есть такая фишка Что Если вы их берете Этого недостаточно Кстати их взять Повышается шанс Срабатывания Хороших событий И понижается Шанс Срабатывания Плохих Каждой категории Это отдельно Относится Причем Как это работает Вот вы берете Новаторские идеи Это не работает Никак По ивентам Но Когда вы берете Вот эти вот Все моменты Отдельные Да Вот в новаторских Идеях Например Оптимизм Есть Когда вы доходите До оптимизма И берете его То все что связано С оптимизмом Какие-то Эвенты Ну события Они срабатывают Чаще Положительные Какие-то Отрицательные Например Там есть одно Событие Которое на 400% Когда вы берете Оптимизм Срабатывает реже На 400 Негативное событие Понимаете Это может быть Ну там Там быть Там это все Надо смотреть Это все очень муторно Это надо Отдельно Я сейчас не буду Рассказывать То есть Вы берете Прагматизм У вас там По четырем Событиям Тоже срабатывание Там два уменьшается Два увеличивается То есть То же самое По административных Идеях Понимаете Это тоже Надо смотреть Это я вам Даю наводку Просто заходите На вики EU4 Ну как-то там В яндексе В гугле Вбейте Вы поймете Это англоязычный сайт Попереводите Поймите В общем Ладно Пора завязывать Я думаю Что пару моментов Я открыл И Это Полезно Может быть Потом я еще Что-то добавлю Для Ну для такого Для новичков Вот Но Пока Достаточно Благодарю за внимание Задавайте какие-то вопросы Дополнительные Сложные То есть Если какие-то Простые вопросы Ну я уж потом Об этом расскажу Если буду делать Гайд для новичков А пока Добавляйте Критикуйте Будьте счастливы Все вам доброго До новых встреч До новых встреч